Сохранить память обо всех кладбищах, заброшенных захоронениях и массовых казнях должна онлайн-карта «Места скорби Одессы». Работу над долгосрочным исследовательским проектом начала группа одесских историков-краеведов. Инициаторы проекта «Места скорби Одессы» историки Дмитрий Жданов, Андрей Крантов, Руслан Шеремета, Александр Сурилов, Андрей Дембицкий, Общественная организация «Суспильство Таисторично-спадщина». В предварительном списке 103 таких объекта – действующие и заброшенные кладбища, места массовых казней, одиночные и групповые могилы военнослужащих и гражданских. Участники проекта готовы сотрудничать со всеми, кто сможет предоставить документы или поделиться воспоминаниями. В советские времена такие исследования официально почти не проводились. Память о дореволюционном и в том числе казацком прошлом Украины не вписывалась в идеологию коммунистической власти. Могилы уничтожались намеренно или исчезали постепенно, разрушаемые дождями и ветром. Одно из старинных кладбищ сохранилось на Хаджибейском лимане. Разрушенное при советской власти первое христианское кладбище 19 века в конце улицы Преображенской уже сейчас дает материал для многотомного издания. На открытых ко дню города в прошлом году мемориальных досках упомянута лишь часть самых известных имен. Далека от окончания работы по выявлению и захоронению жертв сталинских репрессий 1937-1953 годов. Множество невинно казненных похоронено на втором христианском кладбище. Массовое захоронение, обнаруженное в районе 6-го километра авиапольской дороги в 2008 году, еще предстоит исследовать. Собраны останки 1086 человек. По архивным документам казненных было 8613. Как полагают историки, по сфабрикованным приговорам в городе расстреляли еще не менее 18 тысяч. Возле одного рва братской могилы внук опознанного репрессированного установил крест. Краеведы обратились к городской власти с предложением создать на этом месте мемориальный комплекс. Историки следуют также захоронение военнопленных времен Второй мировой войны. Умирали в основном от недоедания, инфекционных болезней и тяжелого труда. Большинство имен до сих пор неизвестно. Администрация сталинских лагерей не была заинтересована вести точный учет. В Одессе массовые захоронения проводились возле Шкодовой горы. Сейчас тут зарушен деревьями и травой пустырь. Удалось найти лишь часть списков с именами умерших. Всего, по предварительным подсчетам, на этом поле похоронено порядка 5000 умерших разных национальностей. По воспоминаниям пленных, множество трупов закапывали в больших канавах без надписей. Все они уже были не военнопленными, не перемещенными лицами. Это были жертвы сталинского ГУЛАГа. Потому что они могли быть военнопленными первые два года, согласно всем международным законам. Потом их произвольно здесь держали уже на положении узников ГУЛАГа, главного управления лагерей. От пяти до семи до восьми лет. В любой момент здесь могут начаться какие-то строительные работы. Оно и так раньше использовалось, как площадка для отстоя большегрузного транспорта. Что надо сделать? Это поставить памятные знаки, согласовать это с обществом охраны памятником и с нашими городскими областями. Военное кладбище в 1941-1944 годах находилось напротив Слободской больницы, на месте нынешнего сквера. Здесь было более 20 тысяч могил. На костях оборудовали и детскую площадку. Сохранились остатки часовни, где отпевали покойников перед преданием земли. В советское время тут размещался садовник. Официальное кладбище военнопленных в городе Одно, на улице Промышленной. Сохранить его и привести в порядок помогли наши краеведы. Это кладбище, сохраненное ценой таких усилий, сейчас является одним из лиц Европейской Одессы. Почему? Потому что, во-первых, на этом кладбище часто бывают люди, которые родственными связями связаны с людьми, похороненными здесь. Или которые хотят воздать должное своим соотечественникам, которые упокоились на этом кладбище. Это кладбище нам напоминает также о жертвах двух тоталитарных режимов, фашистского и сталинского. Потому что, в общем, в общем, это не кладбище военнопленных, а кладбище жертв того же ГУЛАГа. Опять же, люди, которые здесь похоронены, многие, уже находились в плену к этому времени более трех-пяти лет. Историческая справедливость требует сказать всю правду и по поводу Аллеи Славы в парке Шевченко. Первоначально на ее месте, тоже в 40-х годах, было кладбище немецких и румынских военнослужащих. По их могилам теперь гуляют отдыхающие и маршируют военные. Сам факт существования кладбища, конечно, никак не оправдывает нацистской оккупации. Но историю нужно знать, какой она была. Поиск и восстановление мест захоронений во всех европейских странах является частью государственной политики сохранения исторической памяти. У нас этим занимаются энтузиасты.